А почему меня не соединяют? А вот мы играем с Майей. Очень долго почему-то соединяли. У Майи, как мы знаем, дебютный репертуар довольно-таки творческий. Давайте так, хочу пойти Б5. Здесь нужно сюда играть, попробовать разменять с конями, потому что слон будет не такой сильный, как конь. Так, туда-сюда. Давайте теперь 7. Может быть Е6 потом пойти еще можно будет? Потому что опять она мне не дает пойти. Пока так, и хочу пойти Е6. Ну, а я Е8 хочу сыграть и в 5, да. Так, что, куда конь этот может нам отпрыгнуть? Куда-то может, да? Да, пешку на Б5 жертвуешь? А в какой последовательности? Слушай, интересно, я просто, как ее можно там пожертвовать, не понимаю. Так, здесь можно забрать на Б2, спокойненько. И можно даже пойти сюда. Хочу на Б7 съесть. Майя пешку. На Б7 она заберет, но я могу забрать на Е3, поэтому на Б7 нельзя забирать. Если она сначала возьмет на Д4, то я смогу пойти к С4. Так, тут СД, да, и как-то, как-то подвисает у нас все. Хм, прикольно. Ладно. Шума меня убедила. Уходим из подсвязки. Так, ну можно взять, он берет, потом конь Е6. О, конь Е5 еще есть какой-то ход. Ну ладно, проехали. Хотя конь Е5 поставить либо на Д4, но... СССР 3 грозит. Довольно опасная штука. Штучка. Не заданимайся, Мария. Так, ладья Д4 просится. Перегородила, да? И ладья Д8 тоже просится. Майя. Можно еще, кстати, тут будет взять. Но тогда пешка на Б7 упадет. Плохой ход. Ничего не скажешь. Так. Угу. Под конь Е5, конечно, я попадаю. Но там все-таки тоже, если конь уходит, то начинаются какие-то... Можно сыграть Е5. Или вот конь Е5, кстати, тоже хороший ход. По-моему, на Зевну, что ли. Потому что будет конь Ж3. Да, тут будет конь Ж3. Даже не знаю, что будет делать Мария. Позиция тяжелая, потому что еще и слон на С4 висит. Ну, правда, сейчас он не висит, но где-то потенциально он здесь провисает. Да. Ну, здесь мы возьмем. Так, только кем мы возьмем? Наверное, возьмем так. Да, проигранная позиция у нас с Майей. Неожиданно. У меня. У меня неожиданно проигранная позиция. Какой-то треснет. Ну ладно. Что-то тут ваять. Здесь можно сыграть сюда. Она дает шаг. Я ушла. Ну, немножко страшновато, конечно. Можно просто защититься по первому ряду. Очень неплохо здесь играть на соперницу эту партию. А, там же шага не будет, что я считаю. Тогда можно так и сыграть, в принципе. Но это очень страшно, потому что на Б7 пойдет. Так, теперь Ф4. Ладья Е8. Король Ж7 перед Б7. Ушла сюда. Шагов нет. Давайте пробовать. Ого! Не боится? Ничего не боится Майя. Как так? Ничего не боится. Офигеть. Ну ладно. Шаг можно еще какой-то дать. Вот, нету больше шагов, а у меня угрозы есть. Даже тот же самый ход Ладья Д1 угроза. Ферси В2 угроза. Так, Ферси В2. Король уходит. Можно дать ей пару шагов. Можно взять тут. Не пойдет. Может быть, Ладья Д3 взяла. Ну, после всего разгрома, который был бы, конечно, насечет. Согласна здесь. Здесь уже не ясная, на самом деле, такая позиция. Так. Уходим. Угу. Ума идет сюда. Ум. Ума идет сюда. А-а-а! Ферзя! Ладья зеваю! Ё-моё! Угу. А-а-а! Ну ладно, я не буду играть. А, да? Да, победила. Как-то, знаете, я тоже заметила, что в этом фильме я абсолютно безэмонционально... Ладья аж 8, комментирую. Там, мне кажется, после Ладья Д3, там уже как-то можно жить.